Прозвенел звонок на перемену среди учебного дня, значит наступило время подкрепиться. Как устроена работа в столовой, какие технические возможности используются для приготовления блюд и чем перестали кормить детей в школах, расскажет Дарья Чупрова. Звать в столовую ребят не приходится. Со звонком все понимают, наступило время подкрепиться. Помыли руки и вперед за свои столы. Сегодня на завтрак у нас макароны, котлеты, салаты с огурцов, компот из брусники, банан и хлеб. Съев такую порцию, энергии хватит на весь учебный день. Предусмотрен список обязательных продуктов. В него входят фрукты, овощи, молочная продукция, рыба, мясо, курица. С нового года были немного увеличены нормы порций и введены дополнительные изменения в Санпине. Были убраны некоторые продукты, к сожалению, наверное, потому что дети их любят. Это сосиски и вареные колбасы. И были внесены обязательные новые продукты, такие как субпродукты. Субпродукты – это печень, язык или сердце. Меню составляется, исходя из перечня продуктов, чтобы блюда не совпадали каждый день. Список изделий с расчетом калорийности, белков, жиров и углеводов проверяется медицинским работникам и подписывается директором. Также меню выкладывается на сайт образовательного учреждения. Школьников, которые обучаются в первую смену, кормят завтраком, а тех, кто занимается во вторую смену – обедом. Родители могут посмотреть и проконтролировать, что съел их ребенок, потому что некоторые родители звонят и спрашивают, почему у меня один ребенок ел одно, а второй ребенок ел другое. Ну, бывает немножко накладка – один ребенок учится в первую смену, второй ребенок учится во вторую. Естественно, они приходят и рассказывают, что они ели по-разному. Это правда. Все блюда готовят в столовой, на месте. Единственное, что привозит – хлеб и молочную продукцию. Всего в первой городской школе трудится пять поваров и трое кухонных рабочих. В столовой имеется различная техника, благодаря которой получается успевать за высоким темпом работы и соответствовать требованиям сампина. Вот, например, есть такая машина. Называется параконвектомат. Очень удобная штука. Можно поставить сразу много протвеней, госроемкостей с изделиями. И на одну переменку влезают все изделия, и они выходят одновременно горячие. Ковидные ограничения тоже внесли свою лепту. Чаще делаются санитарные дни, санитарная обработка регулярно. Все моется, все чистится, все дезинфицируется, кипятится и так далее. Мы, конечно, и раньше это делали, но сейчас мы это делаем все в три раза больше. Бесплатное питание получают учащиеся начальных классов, а также ребята из малообеспеченных семей. Дети с особенностями здоровья не только завтракают, но и обедают в школе после пятого урока за счет бюджетных средств. Остальные школьники на софинансировании. 55,5% от суммы выплачивается за счет средств окружного бюджета, остальную часть выплачивают родители.